Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. На Ринмарскому объединенному авиаотряду 75. Общая протяженность воздушных трасс на местных воздушных линиях в регионе, куда порой только самолетом или вертолетом можно долететь, составляет 4870 километров. Этот театр начинается с вешалки общеобразовательного учреждения с электронно-пропускной системы. Безопасность, качество питания, условия для занятия спортом в 4-й школе оценил глава региона. Север-Жилкомсервис выполнил работы по замене резервуара для технического водоснабжения в Лабожском. Проблема обеспечения водой, пригодной для использования в быту, практически решена. Осталось дождаться результатов проб. Еще 14 новых случаев заболевания коронавирусом выявили у жителей Заполярья. С их учетом на лечении с диагнозом COVID-19 в регионе находится 200 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. В стационаре Ненецкой окружной больницы находится 41 человек. Амбулаторное лечение получают 159 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2293 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2137 человек. За прошедшие сутки 11 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 994 человека, близко контактировавших с заболевшими. Антикоронавирусные ограничения продлены в регионе до 31 октября. Соответствующее решение принято на заседание оперативного штаба по профилактике коронавируса на территории Ненецкого автономного округа, которое состоялось накануне под председательством губернатора Юрия Бездудного. Таким образом, в регионе по-прежнему приостановлено проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных и иных мероприятий в помещениях с сочным присутствием граждан. Исключение составляют тренажерные залы, фитнес-центры, тиры, центры активного отдыха, кинотеатры, плавательные бассейны, боулинг-клубы, детские игровые комнаты. Эти организации могут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Решение штаба вступит в силу с момента опубликования новой редакции постановления 12ПГ о введении режима повышенной готовности. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. 30 сентября в Наринмаре состоялась первая после парламентских каникул сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В самом начале сессии спикер регионального парламента Александр Лутовинов поздравил депутата Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва Сергея Коткина с получением депутатского мандата. Напомним, Сергей Коткин – кандидат от партии «Единая Россия», одержал победу на выборах в Госдуму по Ненецкому одномандатному округу номер 221 и будет представлять наш регион в федеральном собрании второй срок. Я всегда говорил и буду говорить, что партия – единственная партия в Государственной Думе, которая в самые трудные моменты государства российского на перепутьях никогда не занималась популизмом и никогда не зарабатывала себе очков на популистских решениях. За время кампании поступило более 4000 обращений граждан, причем это письменных обращений, официальных, а в ходе личных встреч, я думаю, что нужно умножать на двое как минимум. И это очень серьезная программа, которая взята не просто с потолка или с московских кабинетов, а она взята именно от людей. От самых отдаленных населенных пунктов, жителей округа я проехал от Усть-Кары до Шойны, практически все населенные пункты посетил. И вот эта программа, она должна быть у нас на обязательном контроле, по приоритетам мы должны ее выполнять. На сессии в соответствии с уставом субъекта депутаты согласовали кандидатуру Вадима Сокова на должность заместителя губернатора Ненинского автономного округа. В администрации Вадим Соков с 24 мая курируют вопросы строительства ЖКХ энергетики и транспорта, а также контролируют реализацию целого ряда региональных программ в рамках национальных проектов. Заместитель губернатора имеет большой опыт работы в сфере строительства и ЖКХ, награжден званием почетный строитель Российской Федерации. Были высказаны предложения, если обобщить их, депутаты попросили, конечно, чтобы у нас был комплексный план конкретный, чтобы мы понимали, каким образом у нас контролируются текущие стройки и какие стройки нам надлежат делать в ближайший период. Здесь эта работа должна быть максимально организована, выстроена, жестко, для того, чтобы мы могли не только планировать, но и контролировать задачные объекты. Здесь у нас есть серьезные проблемы. В ходе первой осенней сессии депутаты рассмотрели 15 вопросов повестки дня. Один из них касался увеличения размера компенсации работникам социальной сферы на селе за услуги ЖКХ в отопительный период. В настоящее время возмещение коммунальных услуг специалистов, работающих и проживающих на селе, производится 9 месяцев 1200 и 3 месяца 2160. То есть применяется коэффициент 1,8. Было предложение, что так как у нас зима, конечно, не 3 месяца, а 6 месяцев, добавить еще и 4 квартал. Поэтому сегодня на сессии принято решение, что все специалисты, которые у нас работают на селе, будут получать возмещение коммунальных услуг, то есть те специалисты, которые получали 1200, будут получать 1206 месяцев и 2160 еще 6 месяцев. На сессии депутаты также приняли постановление собрания о формировании нового состава избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Пятилетние полномочия действующего состава истекают 7 декабря текущего года. Всего у нас избирательная комиссия состоит из 10 членов. Это с правом решающего голоса. Ну и, соответственно, по закону пропорционально 5 членов комиссии избирается в собрании депутатов и 5 членов – это высшим должностным лицом Ненинского автономного округа, губернатором. Предложения вносят как политические партии, которые представлены у нас в Федеральном собрании и Государственной думе, в собрании депутатов Ненинского автономного округа, иными политическими партиями и общественными объединениями. Кроме этого, вносят предложения избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Не позднее 15 дней после истечения полномочий ныне действующего состава избиркома депутаты должны утвердить свои 5 кандидатур в новый состав избирательной комиссии Ненинского автономного округа. Ольга Русул, Кирилл Иванов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Безопасность на входе, спортивный зал и питание в учебном заведении. Глава региона Юрий Бездудный посетил городскую школу номер 4 и проверил ряд важных составляющих процесса обучения. Это театр. Начинается с вешалки общеобразовательного учебного заведения с электронно-пропускной системы. Глава региона проверил ее готовность на входе в учебный корпус. Теперь у школьников и педагогов будут персональные пропуски с личной информацией. При входе в школу данные с них будут считываться через систему контроля учета и доступа и отображаться на компьютере охраны. Таким образом можно контролировать, кто из учеников и педагогов в данный момент находится в школе. Затем Юрий Бездудный прошел в школьную столовую и лично попробовал, чем питаются учащиеся. Напомним, все учащиеся начальные школы в Ненецком автономном округе получают горячее питание бесплатно. Также глава региона осмотрел малый зал для урока физической культуры. Летом здесь уложили новое полотно. В целом ремонт провели не только в малом спортивном зале, но и в тренажерном зале, зале хореографии и инвентарной комнате. Ремонтные работы в спортивном комплексе школы произведены при финансовой поддержке компании «Русфьет Петра». В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого автономного округа. Полный комплект. Елене Кисляковой, державшей победу на муниципальных выборах, вручили удостоверение и значок депутата городского совета на очередной сессии Совета города Наринмара. Елена Кислякова, директор Центра кадастровой оценки, одержала победу по одномандатному избирательному округу номер 6 «Портовый» на дополнительных выборах депутата городского совета, которые проходили на территории Ненецкого округа с 17 по 19 сентября. За Елену Кислякову кандидаты от партии «Единая Россия» дали голоса 192 избирателя. 42,7% микрорайона. Председатель городского совета Юрий Суський во время сессии вручил ей удостоверение и депутатский значок. Представлять интересы жителям микрорайона и города Наринмара Елена Кислякова будет до конца работы созыва 2024 года. 75-летний юбилей отмечает Наринмарский объединенный авиаотряд. Поздравить сотрудников и вручить награды приехали представители власти. О тех, кто предан небу, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Сергей Осипенко с детства общался с пилотами и инструкторами. Знал авиационную историю на зубок. Поэтому уже в восьмом классе Сергей для себя решил точно – пойду в лётное училище. Так и случилось. Окончив учебное заведение на высокие отметки, Сергей Осипенко был направлен в Наринмар. Это было престижно попасть в Наринмар, в том плане, что это назывался «Хитрый север». Потому что самое близкое заполярье от Москвы, я сам с Украины вырос, ближе всего к родителям. Как бы маленький, 18-19 лет мне было, приехал сюда. Поэтому ближе к родителям, «Хитрый север». Вот попал сюда, просился. Поскольку училище с красным дипломом закончил, то у нас был свободный выбор, куда можно было поехать, распределиться. Вот и распределился в Наринмар. Выбор был осознанным. Самый первый полёт на вертолёте Ми-2 навсегда запомнился Сергею. Тогда он ещё проходил учёбу и летал с инструктором. На вертолёте Ми-2 полёт в зону с инструктором. Я взлетаю, я смотрю, погода хорошая, солнечная, весна, настроение прекрасное. Я смотрю эти озёра, где я вырос, тут я рыбачил. Всё так красиво, всё после того, как инструктор говорит. Ну, теперь я держу управление. Я взял управление на себя. И у меня первый ужас, как он может вообще летать. У меня вертолёт переворачивается, он не висит на месте. Вот это вот очень сильно запомнилось. За 33 года стажа Сергея Осипенко в небе случалось многое. В том числе и спасательные операции. Конечно, самые первые, это ещё юношеские такие впечатления, только начал работать. 91-й год, когда тонул корабль, яхрома, когда спасали. Вот это был самый впечатляющий, конечно. Шторм, ночь, ничего не видно, страшно. В общем, вот это было, самый яркий. А так, вообще я считаю, что если пилот идёт в полёт для того, чтобы совершить подвиг, то этот пилот не готов к вылету. То есть у нас не должно быть, все полёты должны быть безопасными, осознанными, продуманными. На торжественном вечере, посвящённому 75-летию со дня образования Наринмарского объединённого авиаотряда, Сергею Осипенко вручили нагрудный знак. Награды Министерства транспорта Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу на транспорте, наградить нагрудным знаком отличник воздушного транспорта Осипенко Сергея Викторовича. Дата празднования 30 сентября была выбрана не случайно. Именно тогда, в далёком 1946 году, в небо над Заполярьем поднялись первые самолёты. Много времени прошло. Разные ситуации у нас были. Естественно, мы были всегда на острие всех этих перевозок, которые касались нашего округа. Это и доставка почты. Некоторые из вас ещё застали времена, когда мы и кинобанки возили, кинофильмы, лекарства, эвакуация по санзаданиям больных. До сих пор мы выполняем их. Поздравить сотрудников Наринмарского объединённого авиаотряда пришли представители власти. Мы гордо несем их в небесах, наше почётное звание полярного лётчика. Поэтому здоровья, счастья вам, вашим семьям, благополучия всем, организаторам всего лётного дела. Потому что, ещё раз говорю, мы все вместе. По традиции, в торжественной обстановке работникам авиаотряда вручили благодарственные письма на грудные знаки и дипломы. Пожароопасный сезон в Ненецком округе закрыт. Решение о закрытии сезона принято с учётом природно-климатических особенностей региона, связанных с понижением среднесуточных температур. Постановление вступит в силу на следующей неделе. В этом году пожароопасный сезон в регионе был установлен со 2 июля и прошёл в штатном режиме. За весь период на землях Слесного фонда не было зарегистрировано ни одного пожара. Совместно с Рослесхозом в рамках единой информационной системы мониторили термоточки. При необходимости осуществляли авиарейды на самолёте Малом. В течение пожароопасного периода также были пешие рейды. Окончание у нас связано с установлением погодных условий, которые характеризуются низкими достаточно температурами и высоким уровнем осадков. На текущий момент уже угрозы нет. В прошлом году пожароопасный сезон был установлен 3 июля и закрыт 6 октября. В данный период зарегистрирован один лесной пожар. Он возник из-за грозы и самоликвидировался в день обнаружения. Поэтому привлечение служб тушения не потребовалось. Как пояснили в Ненецком лесничестве, это был первый лесной пожар за последние годы. Предыдущий был в июле 2016 года. Несмотря на закрытие сезона, в круглосуточном режиме продолжит работать телефон диспетчерской службы лесного хозяйства. Хорошие новости пришли из деревни Лабожской администрации Заполярного района. Муниципальное предприятие «Севержилкомсервис» выполнило работы по замене резервуара для технического водоснабжения в Лабожском. Проблема обеспечения водой, пригодной для использования в быту, практически решена. Осталось только дождаться анализа проб, которые будут готовы на следующей неделе. Об истории вопроса расскажет Наталья Дуркина. Эти кадры были сняты в январе 2021 года. Тогда наша съемочная группа приехала в деревню Лабожское по просьбе обеспокоенных жителей. Как выяснилось на месте, ранее лабощане не испытывали проблем с обеспечением водой, поскольку она подавалась через водонапорную башню и была чистой. Но в конце 2020 года систему водоснабжения обслуживающая организация «Севержилкомсервис» решила поменять, так как подавать воду через водонапорную башню было нерентабельно и энергозатратно. Воду нужно было прогревать и поддерживать определенную температуру, чтобы в холода не замерзала. В декабре 2020 года сюда, в Лабожское, привезли емкость, с помощью которой решено было освоить новые технологии по обеспечению водоснабжения. Местным объяснили так – замерзать не будет, да и на отоплении сэкономить можно. Однако зимой жители забили тревогу. Вода оказалась абсолютно непригодна даже для технических нужд. «Севержилкомсервис» хотел провести модернизацию своего производства, так как подача воды с башни, она энергозатратная и очень дорого содержать. Вот эта система подачи воды, которая новая, она более эффективная, но что-то пошло не так, и «Севержилкомсервис» обещает эту проблему исправить. Население убеждали – вода техническая, поэтому несколько отличается по цвету. Да и запах специфический, потому что емкость якобы новая. Однако использовать такую воду жители категорически отказались. «Так вот я не знаю, как такое водой мыться. Я даже попробовал помыться, когда пришел с работы, я не мог. Надо выпачкаться, на весь испачкаться, больше тебя вымоешься. Кошмар был». «Так мало, так еще керосином будешь пахнуть». «Пахло, пахло, запах такой». Пробы воды брали неоднократно. Однако у всех был один ответ – непригодно. «По результатам осмотра было выявлено значительное превышение железа окислившегося. Было принято решение о промывке данной емкостью, обеззараживании и последующей промывке. Превышение окислившего железа вызвано тем, что емкость значительное время, более трех недель находилась без циркуляции воды и осуществлялось непосредственно обогрев этой емкости для того, чтобы она не замерзла». Однако местные жители придерживались другого мнения. «В интернет вышли – керосин не вымается ничем. Соляр можно, бензин можно, керосин впитывает в железо. И мы объясняем, что будем промывать холодной водой. Как он ее промоет? Она ночь постояла, она все равно берет свое, и воду даст это все. А у нас же бабушки, дедушки тут». Жители были правы. Повторное промывание и обеззараживание не помогли. А зимой деревня и вовсе осталась без воды, потому что чудо-бочка замерзла. Было принято решение подавать воду, как раньше, из водонапорной башни, пока не придет замена. Новая емкость, на смену непригодной, прибыла в Лабожское 17 сентября текущего года. «Да, жалобы жителей были обоснованы на качество воды, которую начал подавать Север-Консерис с предыдущей емкости. Поэтому она и была заменена на новую. На сегодня, во-первых, емкость новая, значит, вода уже по определению не будет грязной. Во-вторых, смонтирован механический фильтр очистки. Небольшая степень очистки, но смонтирована. Поэтому вода будет чище, чем та, на которую жаловались. А каков будет ее реально качественный состав, узнаем после проведенного лабораторного анализа». Жители деревни считают, чтобы вода была хорошая, необходимо заменить не только емкость. Нужен комплексный подход. Сельские знатоки утверждают, что глубина скважины, из которой вода поступает в емкость, а потом в дома, должна быть больше. А значит, стоит пробурить еще глубже. Ведь рядом ферма. Нечистоты могут попасть в воду. «Ферма, станция, здесь жижа прямо вытекает. Возникает. Все. Короче, много вот этой белой штуки после кипячения. Ее надо все равно бурить где-то в другом месте или что-то там, искать воду. Но это не пойдет, она все равно вода. То, что они бочку сейчас поменяют, а вода-то все равно там, пусечка там аммиаки нету, это аммиака. Ну, там какая-то другая, вот эта лизвич какая-то белая, налет. Так что, ну, они обещали же бурить, так что». Другие жители деревни выступают за то, чтобы вернуться к старой системе подачи воды через водонапорную башню. Однако это дорогостоящее удовольствие, ведь для того, чтобы вода не замерзала, ее приходилось подогревать. «Мы знаем, какова цена электроэнергии у нас в населенных пунктах, где она вырабатывается с помощью дизель-генераторов. Поэтому даже техническая вода стоила очень дорого. Сейчас, перейдя на скважину, уйдя от дополнительного подогрева в водонапорной башне, себестоимость куба резко снизится. Население это не почувствует, потому что населению вода субсидируется. То есть, население платит по тарифу воду, а не по себестоимости. А нагрузка на бюджет будет значительно ниже». На сегодняшний день новая емкость для водоснабжения установлена. Взяты пробы воды. Что они покажут, узнаем на следующей неделе. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.